Она бесшумная? Бесшумная. Загрязняет? Да не загрязняет она. Во! Весь модельный ряд перейдет на электрический двигатель. Долой бензин, долой загрязнение, даешь каждому электрокар. И что мы будем снимать фильмы на айфон, редактировать на айфоне и смотреть, где бы вы думали? Правильно, на айфоне. Так как гаджетов, приколюх, каких-то новых технологий, которые были бы интересны и вам, и мне пока нет и в обозримом будущем не будет, то я предлагаю поговорить сегодня на весьма щепетильную и очень интересную тему, а именно, почему новые айфоны не вызывают такого ажиотажа и интереса, как было раньше. Обсудим момент прорывных и революционных технологий, которых нет. Также затронем тему автомобилей, которые не менее показательны. Я думаю, не открою Америку, если скажу, что ролики с распаковками новых айфонов, обзоры их характеристик, разборы презентации перестали быть настолько интересными и захватывающими, как и в принципе сами презентации, о которых мы поговорим чуть позже. Я предлагаю вспомнить старые ролики того же Вилсакома с распаковками айфона седьмого, восьмого, десятого. Даже некоторые Самсунги умудрялись быть интересными для людей, которые в принципе далеки от этой темы. Казалось бы, что в них такого? Парень просто берет телефон, распаковывает его, сдирает пленочки, смотрит какой там комплект, параллельно рассказывая характеристики. И все это в неспешном, уютном таком ламповом, 10-минутном ролике. Самое интересное, что автор канала удивляется, и ты удивляешься вместе с ним просто из-за того, что новый цвет, новый дизайн, безрамочный экран, вот это круто. И ты сидишь, и такое ощущение, как будто ты сам распаковываешь этот телефон. Настолько тебе было интересно. Происходит та самая магия, о которой говорил сам Стив Джобс, что 50% удовольствия от какого-либо подарка, покупки происходит именно на момент распаковки. Не зря же мы упаковываем подарки в красивой коробочке, завязываем бантики, различные узоры. Потому что когда просто подарок, ты его принимаешь, тебе приятно, да, хорошо. А вот когда у тебя есть чувство таинства, какого-то секрета, то тебе еще больше от этого удовольствия и наслаждения при распаковке. Ведь подаренный гаджет, одежда, вообще, что бы то ни было, в разы приятнее распаковывать из красивой упаковки. И тогда добавление второй камеры, безрамочный экран, какие-то маленькие новшества были чем-то из ряда вон выходящего. Презентация — это вообще отдельная песня. То, как Apple мастерски умеет выдержать паузу. Но мы у нас есть еще одна вещь. Использовать красивую музыку. Все эти анимации, движения телефонов. Блин, им просто нет равных. Насколько интересно тогда было смотреть вот эти вот сентябрьские ивенты. И даже будучи максимально негативным компанией Apple и их продукции, тебе все-таки было интересно смотреть и узнать, а что же там нового покажут. Потому что все это завернуто, снято, срежиссировано. Ну, на профессиональном уровне. И самое забавное, ну, давайте признаемся честно, после каждой презентации Apple, и что уж греха-то идти сегодня, ты волею судьбы задумываешься о том, а почему бы не купить себе новенький iPhone? Быть таким же креатором, как все люди в рекламных роликах и самым четким пацаном на районе. Но не стоит забывать о конкурентах, чего стоит потрясающе презентованный Samsung S10. То, с каким размахом они сделали эту презентацию, выше всяких похвал. До сих пор остается в памяти и начальный ролик, где очень круто обыгран отчет времени до начала презентации. Который, в принципе, умело использовал одну из главных фишек того телефона. Или вспомнить провокационный ролик от Samsung, где они стебали Apple за все их объективные косяки. А как же та реклама с милым паучком, которая просто брала за живое? Ну, разве он не бузька? Вот это было круто! А сейчас... А что сейчас? Все начали делать, хоть и красивые, спору нет. Но однотипные, скучные презентации. Я могу даже сейчас прогнозировать с погрешностью лишь в цифрах, что будет на следующей презентации Apple. Загибайте пальцы. Представят новый... Будут пол презентации рассказывать о том, как Apple заботится об окружающей среде и с каждым годом уменьшает количество выбросов. Будут говорить о новом процессоре, который, понятное дело, мощнее, эффективнее и на сколько-то процентов лучше предыдущего. Скажут, что их камеры наконец-то могут заменить профессиональные киношные и что мы будем снимать фильмы на айфон, редактировать на айфоне и смотреть, где бы вы думали, правильно, на айфоне. Да, можно привести пример складных телефонов, но в силу дороговизны и не такой массовости, это пока не более чем очень дорогая игрушка, ежели работающая технология. Можно просмотреть такую тенденцию, что айфоны, самсунги и в целом вся индустрия выпускают какой-то революционный и прорывной продукт, а потом оставшиеся 5-6 лет они просто его допиливают, дорабатывают, вводят какие-то новые фишечки, просто доводят его до идеала. Айфон 15 Pro Max. Чем кардинально новым отличается от 11 Pro Max? Ничем. Просто его дорабатывают и каждый год добавляют по одной функции, тем самым растягивая срок использования старых технологий. У Самсунга не лучше, с S20 ничего толком не поменялось. И да, многие могут сказать, ну как же не поменялось, там и дизайн, и цвета, и процессор, и батарея, это все мизерные апдейты. Вот если мы возьмем, скажем, S10 и S20, то тут налицо будет разница, да взять тот же S9 и S10, тут кардинальная разница. Взять восьмерку и десятый айфон, вы видите где прогресс, безрамочный экран, Face ID тот же, то что была революция. Мы это можем видеть и понимать, что да, действительно за этот телефон можно переплатить. Но когда мы сравниваем XXS, S20, S21, мы понимаем, что это просто работа над ошибками. Да, они улучшили то-то, добавили то-то, там батарею подкачали, но в целом это не стоит того, чтобы полностью оплачивать, по сути, прошлогодний телефон. Так что не дурите голову, кого вы тут пытаетесь обмануть, кроме самих себя. В глубине души все прекрасно понимают, что происходит застой. И застой не только в мире гаджетов, но и технологий. Видеокарты с каждым годом становятся все мощнее и мощнее. Но скажете ли вы мне так сходу, а что революционного, кроме трассировки лучей и DLSX, которые объективно уже устареют, чем они могут похвастаться? В телефонах. Когда последний раз была представлена технология наравне с Face ID, чтобы была такая же удобная, практичная и использовалась повсеместно? Хотя нет, припоминаю, датчик LiDAR, многие впервые о нем слышат. Это специальный датчик, находящийся в камере у айфона, вроде у самсунга есть, который измеряет расстояние от камеры до какого-то объекта. Это в принципе применимо в AR технологиях, это может применяться в рулетке. Ну короче, функция, да, и технология в принципе прорывная. Но давайте не будем так категоричны. А то многие действительно могут подумать, что мы ничего не делаем и просто стоим на месте. Конечно же нет. Взять те же макбуки на мобильных процессорах. Это революция в прямом смысле этого слова. Запихнуть в столь тонкий корпус настолько производительное железо, причем чтобы оно не перегревалось, чтобы ему не требовалась система охлаждения. И оно было наравне с большинством Windows ноутбуков, которые имеют встроенную видеокарту. Вот это я считаю революцией. Вас не интересуют ноутбуки? Хорошо, поговорим на вообще отличенную тему. Айфоны действительно сейчас могут снимать не хуже дешевых зеркалок. При этом быть какой-никакой мультимедийной станцией. Вам все еще нужно качество, которое лучше, чем у айфона? Пожалуйста. На рынке представлено огромное количество беззеркальных камер, которые могут поместиться в карман. Многие камеры вот по размеру как мой пиксель. При том, что у них разрешение сенсора full frame. Это или не революция? Вы представляете, что в столь малом корпусе могут сниматься фильмы? Чего взяли, положили сюда в карман себе камеру и в принципе на нее вы можете снять какой-никакой, но художественный фильм, который можно потом крутить в кинотеатре. Понимаю, что для многих заезженная тема, но искусственный интеллект, которому вообще можно посвятить отдельное видео, сценариев использования бесчисленное количество. От банального написания курсовой работы до управления целым бизнесом со всеми неприятными процессами. Поэтому утверждать, что технологий и революционных решений нет, было бы как минимум неправильно. И всему этому есть очень простое объяснение. Мы попросту не успеваем следить за стремительным прогрессом. За год может произойти все что угодно в плане технологий, развития гаджетов и в принципе искусственного интеллекта того же. Что, казалось бы, революционная вещь, на которой корпели десятки лет, может стать недельным аттракционом, после чего о ней благополучно забудут. Мы перестаем ценить работу тысячи людей, потому что это стало чем-то базовым и естественным что ли. Как качество сборки, высокая производительность, превосходная камера, хороший экран и так далее. Но где видна конкретная стагнация, так это автомобилестроение. С тех пор, как Илон Маск ворвался в десятых годах на рынок со своей пробивной Теслой, ничего по сути-то не изменилось. Да, теперь все как один за электрификацией, у каждого уважающего себя бренда есть по крайней мере один электрокар. Некоторые вовсю кричат, мы отказываемся от ДВС двигателя, мы прекращаем разработку. Весь модельный ряд перейдет на электрический двигатель. Долой бензин, долой загрязнение, даешь каждому электрокар. И на практике действительно, огромное количество бенефитов, различных привилегий, таких как езда по автобусной линии или всяческие скидки и компенсации со стороны государства, как в Германии. И обычному человеку, которому в принципе автомобиль нужен сугубо для того, чтобы добраться из точки А в точку Б, это прекрасный подарок. А что? Мне привилегии от государства, я спасаю белых мишек, я не загрязняю окружающую среду, у меня такая современная, минималистичная Тесла, на которой я могу куда-нибудь съездить, и я весь такой крутой за экологию. При этом, о процессе производства и добычи, в принципе, этих литий-ионных батарей, о их утилизации, он вообще не задумывается. А что? Она электрическая? Электрическая. Она бесшумная? Бесшумная. Загрязняет? Да не загрязняет она. Во! Я сейчас не буду лезть в эти дебри и с головой уходить в данную тематику, потому что видео может затянуться на час. Скажу лишь то, что мне, как фанату автомобилей, что уж там говорить, если мой любимый мультик это тачки, персонажи и реплики, которых я знаю наизусть. Крайне обидно за будущее автомобилестроения, и что все, в принципе, так пофигистично относятся к процессу электрификации. А если мы еще посмотрим на их эволюцию, то можно понять, что толком они никак не изменились. Сейчас объясню, про что я. Считая от самой первой Теслы, ни запас хода, ни зарядка, ни количество фаст-чарджеров, ни, в принципе, качество, сборка и так далее, они сильно не продвинулись вперед. Они стали быстрее? Да. Они стали надежнее? Да. Они стали красивее? Да. Но все вышеперечисленные факторы, они остались неизменными, как и вся индустрия автомобилестроения. В своей телеге я частенько пишу про новые дизайнерские высеры знаменитых брендов, на которые без слез не взглянешь. Максимальное упрощение интерьеров, материалов, замена всего, чего только можно, планшетами в угоду оптимизации производства. Абсолютное отсутствие дизайнерских красивых автомобилей. Некоторые вообще не заморачиваются, плюют на фанатов и на свое наследие, что рестайлинговые они меняют только руль и оптику слегка дорисовывают. И да, это большой камень в огород Мерседеса с их новым ГЛЕ, который от старой модели, ну, вообще не отличается. Поставить новый и старый, ну, процентов 90 людей не смогут определить, где какой. Я не спорю, есть современные автомобили, глаз от которых вообще не оторвать. Из последнего, что мне действительно понравилось, это Rolls-Royce Spectre. Восхитительный автомобиль. Очень симпатичный новый Lexus RX. Lamborghini вообще похож на какой-то Batmobile из будущего. Audi Q8 и e-tron тоже выглядят очень футуристично. Так можно долго перечислять, но у нас видео не про это. В конце хочу сказать, что, как ни крути, но все-таки есть компании, маленькие, средние, большие, которые выпускают революционные продукты, несмотря ни на что. И дают подщечину монополистам, которые, очень редко, будем честны, бьют палец о палец. Как-то так. Продолжение следует...